Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Итоги, проделанные за год работы, подвели в управление муниципального контроля. Рождественская елка собрала в городском театре 250 малышей. В Анапе провели первенство детско-юношеской спортивной школы номер один по тэквондо ВТФ. А сейчас обо всем подробнее. Анапский военкомат оказался на улице. Пристройка к зданию, которая до сегодняшнего дня занимала ведомство, рухнула. И это закономерная точка в этой истории. Анапа осталась без военного комиссариата. По крайней мере на то время, пока вышестоящее руководство федерального ведомства не решит вопрос с выделением нового помещения. Старое, а если быть точными, аварийное здание, которое упорно не хотели освобождать военные, не выдержало и рухнуло. На экстренном заседании КЧС глава Анапы предельно четко высказал свою позицию по этому вопросу. Я уверен, что сегодня это будет и в СМИ, и везде, и опять. Кто виноват? Глава. Да с какого же перепуга, дорогие друзья? А? Я что еще должен сделать? Это федеральные обязательства. История с переселением Анапского военкомата из муниципального здания уже два года. Здание является муниципальной собственностью. Данная пристройка по решению должна быть снесена. По решению администрации, так как она признана аварийной. Но мы не можем провести никакие мероприятия, в связи с тем, что по факту занято военкоматом данное помещение. В течение 2013-2014 года неоднократно направлялись письма в состоящей организации с просьбой освободить данное помещение, очень-то его техническое состояние, которое угрожает жизни и здоровью. Может, по крайней мере, привести к такой ситуации. Однако решение не принято. Ведь здание не просто непригодно для эксплуатации, оно опасно для жизни и здоровья людей. Повезло, что рухнула пристройка, когда никого ни внутри, ни рядом с ней не было. А если на голову упадет и придавит всех их дружно, кто сидеть будет, он немедленно, Сергей Сергеевич, после завершения нашего мероприятия провести эвакуацию. С освобождением здания и подготовкой документов на снос глава потребовал немедлить, а военному комиссару она порекомендовала обратиться за помощью к руководству, которое обязано обеспечивать нормальные условия для работы федерального ведомства. Итоги проделанной за год работы подвели в управление муниципального контроля. Одним из самых значимых событий в управлении стало создание нового подразделения отдела обеспечения соблюдения правил благоустройства. Ежедневный контроль за состоянием благоустройства и санитарного состояния курорта эту задачу выполняют специалисты отдела, который был создан по инициативе главы города Сергея Сергеева в мае прошлого года. С начала года возбуждено административное производство на 1659 физических, юридических и должностных лиц. На заседании административной комиссии рассмотрены представленные материалы. Вынесено 552 предупреждения. По 1107 материалам назначено административное наказание в виде штрафов на сумму 1 млн 424 тыс. рублей, в том числе в краевой бюджет 437 тыс. в местной 987,5 тыс. рублей. Львиная доля нарушений выявлена в сфере торговли – 785. Недобросовестные предприниматели открывают незаконные торговые точки, рекламируя свой товар на газонах и тротуарах. Пройти мимо невозможно, просто негде. Работа была направлена на то, чтобы не занимались места прохода граждан, то есть чтобы были свободные тротуары, чтобы не было на них несанкционированной торговли. Сначала возможно предупреждение, потом если физическое лицо, то штраф от 1000 рублей, и при повторном нарушении уже 2,5 тыс. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то там соответственно штрафы выше. Выявлено 750 нарушений в сфере благоустройства, проведена большая работа застройщиками. Специалисты управления проверяют законность каждого строящегося объекта и работ, проводимых в городе. Незаконное разрытие на Пионерском проспекте обошлось организации в штраф более 200 тыс. рублей. Автор разрытия на улице Тургенева также привлечен к ответственности. По данному адресу были выявлены следующие нарушения. Складирование строительного материала и грунта, проведение разрытия муниципальной территории без разрешения и согласования с органами местного самоуправления, затем захват муниципальной территории при устройстве ограждения строительной площадки. С начала года по решению межведомственной комиссии демонтировано 44 некапитальных объекта. По решению суда под снос ушло капитальное строение диско-бар «Пират». Демонтированы торговые точки в Анапе на улице Гребенской, в станице Благовещенской, в селах Витязева, Суко, а также гаражи на улице Крылова. Лишь в единичных случаях собственники сами демонтируют незаконно установленные объекты. Например, хозяин кафе на улице Трудящихся 253 демонтировал кафе в установленный срок. Собственник проинформировал о том, что его коммерческий объект установлен без оформления в установленном порядке разрешительной документации. Собственнику вручено информационное письмо с целью демонтажа, на что собственник земельного участка добровольно отреагировал и привел прилегающую территорию в надлежащий вид. Специалисты управления муниципального контроля за 2014 год проверили более 2,5 тысяч объектов. Установили более 200 объектов самовольного строительства. Списки самостроев регулярно обновляются на официальном сайте администрации курорта. В ноябре 2014 года глава города провел аттестацию специалистов управления муниципального контроля. Сотрудники управления показали высокий уровень знаний, законодательства и должностных обязанностей. 12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. Этот праздник отмечается с 1996 года. А 12 января 1722 года указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. Во все времена прокуратура едва ли не единственный государственный орган, куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами, проблемами и жалобами. Сегодня, как и прежде, главная в работе прокуратуры ее правозащитная функция. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства. Работников Анапской межрайонной прокуратуры с профессиональным праздником поздравил глава курорта. Как отметил Сергей Сергеев, в своей работе коллектив надзорного ведомства руководствуется интересами рядовых жителей нашего города, беря за основу принципы законности, ответственности перед обществом и гласности. В городском театре в канон Рождества для детей-сирот, воспитанников малообеспеченных и приемных семей и для детей-беженцев провели благотворительную рождественскую елку, которая собрала 250 маленьких анапчан. Новогодние приключения козы и ее козлят. Такое название сказки выбрали не случайно, ведь 2015 год по китайскому календарю – год деревянной козы. Спектакль Краснодарской филармонии по мотивам русской народной сказки «Волки семеро козлят» показали для детей и взрослых в зале гортеатра. Ребята увидели знакомых героев и их друзей. Например, у дяди Волка появилась команда, которая придумывала хитрый план, как поймать козлят, когда мама-коза пошла на ярмарку за покупками. Проказники-скоморохи, которые встретились козе по дороге, играют не только друг с другом, но и с детьми. В зал летят разноцветные шарики, а красавец-попугай устраивает настоящую дискотеку. На праздник дети пришли с бабушками и дедушками, родителями и опекунами. После представления все маленькие гости рождественской елки получили сладкие подарки. И в этот же день в городском театре прошел еще один утренник. Новогоднюю сказку Краснодарской филармонии показали и для детей украинских беженцев. Более ста маленьких вынужденных переселенцев участвовали в приключениях сказочных героев, водили хороводы, пели песни и читали стихи. Всем детям вручили подарки. В первую очередь беженцы выразили благодарность властям Анапы за постоянное внимание и заботу. Новогодние каникулы для спортсменов-дзюдоистов прошли с пользой и сюрпризами. На татаме вместе с маленькими спортсменами вышли Дед Мороз и Снегурочка. Какие еще сюрпризы ждали участников финального этапа, смотрите в сюжете Наталья из Мозговой. Маленькие ножки научились уверенно ходить не так давно, а уже гордо шагают по татаме на спортивный парад. В школьных тетрадях пишут еще не смело, но уже уверенно завязывают пояс на дзюдоге. 80 малышей 7-8 лет впервые ощутили вкус борьбы, почувствовали себя настоящими спортсменами. Традиционный новогодний турнир по дзюдо «Общая физподготовка» прошел в дни новогодних каникул ДЮСУШа номер 4. Спортсменов поздравил депутат законодательного собрания края Николай Иванюшкин и директор ДЮСУШа номер 4 Расим Аскеров. Почетными гостями стали кадеты-дзюдоисты из Донецка. Совместную тенрующую сбору проводим. Они здесь проживают и питаются, и здесь с нами тенруются. Сегодня также хотели, чтобы они тоже почувствовали праздник, приглашили их как почетную гостью, подготовили им каждому подарок от Деда Мороза, от школы, от нас, что они ощутили настоящий праздник. Главная цель сборов – повысить мастерство. Побороться со всеми, научиться чему-то новому, планы, поучаствовать на больших соревнованиях, чемпионат мира, отобраться. Гости из Украины ждали новогодние подарки и теплый прием. Нас очень хорошо приняли, хорошо поселили, кормят. В Бразилии были, и в Канаде были, и во Франции были. Видим, хорошо, но здесь больше душевной теплоты. Заслуженный тренер Украины под дзюдо, семикратный призер СССР Евгений Подолякин, поделился своими секретами воспитания спортивных звезд. Каждый тренер – это индивидуален, как его спортсмены. У каждого тренера есть свое хобби. Где-то он преимущество отдает приемам борьбы лежа, борьбы в токи, удушающим, болевым приемам, удержания. Я люблю больше ребят больших, хотя сам маленький боролся в 62 килограмма. А люблю, вот у меня воспитанник есть, участник Олимпийской кирпичной, у него 200 килограмм. Неожиданные гости соревнований – Дед Мороз и Снегурочка. Юные спортсмены согрели ледяных гостей улыбками и непосредственной детской радостью. Праздник – это вне возраста. Дед Мороз приготовил всем сладкие подарки. А финалистам турнира еще предстояло сразиться за свои первые медали, с которых улыбался новогодний волшебник. Матвей Сергеенко уверен в своей победе. Были такие, которые проигрывали за ошибки, те, например, делают быстро, а не качественно. А делают, ну, не были те, которые качественно делают, но медленно. Из-за этого они проигрывали. А ты как делал? Ну, качественно и быстро. Ну, а ты где-то мороза берешь? Где-то есть. Ребята вытягивали билеты, выполняли упражнения по физподготовке. Соревноваться в борьбе малышам пока еще рано, но все эти упражнения помогут им в будущем стать отличными спортсменами. В прошлом году воспитанникам ДЮС США номер 4 присвоено 349 спортивно-массовых разрядов. На российских и международных соревнованиях ученики спортивной школы завоевали 88 медалей, из которых 41 высшей пробы. 24 спортсмена входят в состав сборной страны. Малышам есть на кого равняться. Первая победа станет для них первой игрушкой на елке спортивных достижений. В Анапе провели первенство детско-юношеской спортивной школы номер 1 по тэквондо ВТФ. Красивый и скоростной вид боевого искусства. В тэквондо спортсмены активно используют ноги в бою. Спортивные поединки участники проводят в полную силу. Ограничения в правилах соревнований и хорошая защитная экипировка позволяют без ущерба для здоровья принимать участие в них даже детям. Соревнования можно смело назвать кубок новичка. 60 спортсменов впервые вышли на татами. Для ребят это первый в жизни экзамен по преодолению страха перед соревнованиями и противниками. В некотором смысле тэквондо это стиль жизни. Это один из видов искусства самообороны без оружия. Чтобы решиться заниматься тэквондо, нужно сделать всего один шаг. Просто прийти и посмотреть. Тренировки очень динамичные, а соревнования красивые и захватывающие. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Во вторник, 13 января, в Анапе солнечно и ясно, температура в воздухо днем плюс 4,6, ночью до 5 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 768 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 4 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды, платья, вечерние и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.